Книга «Открытым оком», вопрос 529, тема богослужения. «Что такое антиминс? На чем основано утверждение, что без него Евхалистия невозможна?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Антиминс – это шелковый плат с частицей у святых мощей, полагаемой на престоле. Антиминцы получили свое начало еще в первые века христианства, когда христиане, подвергаясь частым и внезапным нападениям сначала от язычников, а после от своих еретиков, не только не могли устроять в своих храмах престолов твердых, постоянных из дерева, камня и металла, но и мало имели постоянных храмов. Впоследствии же и доселе антиминцы удержались потому, что по правилам святых отцов каждый храм должен быть освящен непременно епископом, а за множеством храмов в епархии и обширностью ее, один епископ этого не может сделать, потому-то и представлено епискому право рассылать в новоустроенные храмы, предварительно освященные им антиминцы. Святые мощи, влагаемые в антиминц, напоминают нам, что первые христиане совершали божественную литургию на гробах мучеников. Полный церковный славянский словарь, портрей Григорий Диченко. По Библии здесь мы не можем доказать ни одного слова. Когда однажды в темнице арестованные христиане хотели совершить литургию и спросили лежащего на спине епископа Лукиана, ноги которого были зажаты в колоду, как же совершать ее, если нет престола, он указал на свою грудь и сказал, Помолимся, вот он престол. Лично я считаю, что Слово Божие всегда должно быть выше всего, что потом придумывают люди. Так и относительно мощей тела умерших людей. Их нужно было бы хранить и не терзать, не резать, не мучить, не выдумывать, приобретать святость через прикосновение к телам людей, даже и свято закончивших свою жизнь. И это подробно освещено в нашей книге к истинному православию в главе «Итак, бодрствуйте».